Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео парфюмерное посвящено оно моим новым ароматам в коллекции. Новых ароматов сегодня будет 4, а один последний, пятый, это повтор. Потому что этот аромат у меня закончился, и я без него очень-очень грустила. На самом деле это бывает крайне нечасто, что я скучаю по каким-то ароматам. Потому что тем более при моей коллекции какие-то ароматы у меня заканчивают. Это просто какая-то фантастика. Начнем мы с вами с новых ароматов. Все они сегодня, так как они новенькие, будут в коробках. Это, конечно, не распаковка, потому что все их уже носила, разносила на себе, на коже, на салфетках, на чем только могла. Но в коробочке я обратно завернула, для того, чтобы это было для вас красиво. И такой вот эффект открытия коробки. Я очень тепло отношусь к бренду Синоним. У меня пять ароматов в коллекции было до сих пор. Это шестой. Выбирала я аромат исключительно по принципу, каких ароматов в моей коллекции еще нет. Большинство есть или в полноразмере, или вот в таких вот пробничках, которые очень приятно, очень приятно кладут в коробку к основному парфюму. Аромат здесь всегда другой, отличный от полноразмерной версии. Поэтому есть возможность познакомиться еще с каким-то ароматом. Так вот, благодаря этим пробничкам я и познакомилась уже практически со всеми. Не было в моей коллекции только Roger 01. С ним я была незнакома. Потестировать мне его не удавалось. И я, в общем-то, заказала его без какого-либо тестирования. И, честно говоря, даже не ориентируюсь на пирамиду. И я старалась туда, если и заглядывать, то прямо вот краешком-краешком глаза. Для того, чтобы, как обычно я это говорю, мои впечатления не были, ну, какими-то предвзятыми. Или, знаете, прочитала пирамиду. Ой, вот это вот точно-точно. Мне нравится как-то самой фантазировать. А потом уже смотреть пирамиду. Тем не менее, все ароматы, которые сегодня будут в видео, пирамиду, вы увидите на своих экранах. А я, как обычно, попытаюсь рассказать вам о своих впечатлениях. Итак, синоним Roger 01. Мне аромат понравился очень. Несмотря на то, что в пирамиде есть тубероза. Мне аромат на старте напоминает не клон, не взаимокакие-то заменяемые ароматы, но похоже. Ноты Иланг Иланга похожи. На Миколев Иланг Инголд Нектар. Один из моих любимых ароматов, который некоторое время назад я носила очень часто. Здесь Иланг сливочный, мягкий, женственный, плотный, красивый. В общем, если вы знаете, как пахнет Иланг и Иланг в парфюмерии и любите, то я очень советую вам присмотреться к этому аромату. Через какое-то время появляется тубероза. Тубероза сливочная. Тубероза как уход в креме. Кремово, чисто. Ощущение, что вы за кожей своей ухаживали. И вот на нее нанесен такой крем с ароматом какой-то цветочной сливочности, чего-то чуть гурманского, может быть молочного. Очень приятный аромат. Аромат абсолютно женственный и женский на мужчине. Я его вот даже с большой натяжкой не представляю. Этот аромат будет уместен абсолютно везде. Никто не будет воротить нос от него. Никто не скажет, фу, чем от вас там пахнет, как это часто говорят на какие-то специфические нишевые ароматы. Звучание аромата, хоть и нишевое, оно очень доступно для понимания окружающих. Нот в аромате очень много. Наиболее для меня ощущаемый это Иланг Иланг. Прекрасная, никакой, господи, никогда не думал, что я так скажу, но прекрасная сливочная нежная тубероза, которая не высверливает мне мозг, а слышится больше, как некий косметический уход на коже. Но, тем не менее, нет ощущения, что от вас пахнет кремом, а вы без парфюма. Это все-таки парфюм, это все-таки пахнет парфюмерией. И я ощущаю здесь ваниль. Ваниль не переслащенная, но она также очень мягкая. Это цветочно, нежно, женственно. Вначале может показаться рисковатым напор такой, знаете, у парфюма. То есть, это не сразу нежность. Это прям такой напор Иланг Иланга. Причем, еще раз повторюсь, такой плотный напор. На старте, что удивительно, потому что сандал здесь есть, и он здесь не в начале, не в начальных нотах заявлен, но поначалу очень слышится вот этот чуть солоноватый сандал наряду с этим Иланг Илангом. Его можно зимой под какие-нибудь свитерочки вязанные, на свидание. Он создаст образ вас, как теплой, миловидной женщины, которая способна о ком-то заботиться. У меня вот так этот аромат ассоциируется. При этом, я еще раз повторюсь, это не слышится дешево. Мне кажется, вот этот аромат Roger 01, это прекрасный подарок, практически любой женщине. Почему? Потому что даже если не вызовет восторга, вкус у нас всех разный, кто-то кожу любит, да, и для кого-то такие вот ароматы, они ослышатся более простыми, но мне кажется, он не вызовет никаких неприятных ощущений. Это всегда будет нечто приятное на твоей коже. Действительно, это очень универсально. То есть вот это, знаете-ка, не знаешь, что на себя нанести, но хочется что-то нежного, он. Нужно пойти, я не знаю, на какое-то свидание, чтобы не перебить запахом духов впечатление от самой себя, это он. Хочется пойти куда-то и понимать, что от тебя приятно пахнет, но в то же время без напора, без какой-то агрессии, это он. То есть вот у меня такие впечатления, очень приятные. Следующий аромат, о котором мы поговорим, я безумно боюсь исковеркать бренд. Нет, никак мне не дается это произношение, вы уж меня простите, поэтому как могу. As the Angels аромат называется Utenia. Смотрите, как красиво открывается коробочка. Коробка такая объемная, из плотного картона. И в коробочке мы увидим вот такой флаконный, здесь кристаллик в крышке. Прям такой, знаете, рубинчик красиво. У меня есть аромат этого бренда. Это вишневый аромат, и я о нем тоже рассказывала уже неоднократно. Это мой любимый вишневый аромат. Он не похож ни на Lost Cherry, ни на Atter Collection, Howl That Night. Это что-то совсем-совсем иное. И из всех вишневых он мне нравится больше всех. Неимоверное удовольствие получаю, когда им пользуюсь. Теперь про Utenia. Это аромат цветочный. Я такой стойкости у парфюмерии не встречала еще никогда. Никогда. Я его тестирую. Мне, в общем, его привезли. Я его тестирую. Холодно было, жутко. То есть флакон был ледяной. Ну и, в общем, что-то наступила ночь. Я думаю, дай-ка потестирую. Нанесла на бумажку. И там сразу был такой цветочный напор. Такая сила, такая плотность. Я убрала в сторону эту салфетку. Потому что у меня просто весь нос. Вот раз. Знаете, как же это? Перестала ориентироваться в пространстве, что называется. Я убрала. Думаю, пусть она подвыветрится. Потому что мне же нужно, что за ноты, да? Разобрать, чем там для меня пахнет и так далее. Эта салфетка лежала часа три, пока я книжку читала. А не выветрилась вообще. И насколько сильный был аромат в начале нанесения, настолько он таким и остался. Я забегая вперед скажу. Я потом эту бумажку перенесла в соседнюю комнату. Она лежала там два дня. И когда я через два дня в комнату зашла, вся комната, вся была заполнена этим ароматом. Спустя двое суток. Невероятный шлейф. Невероятный. Единственное, тут вот такое предостережение. Из-за вот этой шлейфовости и какой-то невероятной стойкости, даже больше вот шлейф я хотела бы отметить. Если кто-то из купивших этот флакон с ароматом ютения решит на себя вылить 3-4 пшика, как это часто бывает, я очень не завидую окружающим. Потому что это реально невозможно находиться рядом. От этого ароматического облака, которое накрывает все вокруг. Это для тех, сейчас я вам расскажу, чем пахнет. Это для тех, кто любит заявить о себе громко, четко. Для тех, кто любит зайти в помещение. И чтобы все, кто там находится, по сравнению с вами, просто померкли. В любом смысле этого слова. В том числе и в ароматном. Потому что слышать будут все только этот аромат. Здесь тубероза. Тут она королева. Тубероза очень сильная и перекликается с запахом лилии в парфюмерии. Лилии в этом аромате, в пирамиде, как минимум не заявлено. Я ее слышу. Для меня это лилия и тубероза в связке. Еще я слышу здесь очень цветок тиаре. Я не знаю, как он пахнет в жизни. Но этот цветок у меня очень ассоциируется с Таиландом. С весельем Таиланда, с яркостью Таиланда, с этим буйством цветов, буйством красок. И подобное озвучание тиаре есть в одном из Монталь. Если мне не изменять память, по крайней мере, вот что-то у меня такое отложилось. Тоже достаточно напористо, сладко. Здесь есть ваниль. Ваниль делает все цветы, которые присутствуют в пирамиде, теплыми, мягкими, сладкими, насыщенными. Сахарная вата здесь вот в нотах, как вы можете видеть на своих экранах. Когда я наношу на свою кожу, сахарной ваты я не чувствую. Но из флакона намек на это есть. Просто, скажем так, в слепых тестированиях, может быть, я не определила бы прям сахарную вату. И больше сказала бы, что это какая-то ваниль или, может быть, бобы тонко. Но в любом случае, в виде пирамиды сахарная вата, ну, она как бы, да, есть такой. То есть, все на своем месте. Очень много цветов. Солирующая тубероза. Тубероза очень явная, яркая. Это однозначно для тех, кто ее любит. Я в начале видео сказала, что мне вот глючит лилий, да, вот такой. Лилия очень часто в парфюмерии звучит чем-то не слишком приятным и специфическим. Но, тем не менее, здесь она так не звучит для меня. Здесь это все-таки белый цветок, очень приятный. Понравится женщинам и девушкам ярким, любящим о себе заявить. Это такая, знаете, женственность в кубе. То есть, не когда зашла девушка кроткая, милая такая, вот что-то где-то у нее, там вот от кожи еле доносится аромат. Это прям вот для тех, кто я пришла. Это прям, знаете, духи. Это когда ты берешь каплю, наносишь на кожу и пахнет все вокруг. Здесь не идет речь о том, что вы полились и куда-то вышли. Здесь идет речь о том, чтобы намазом по чуть-чуть нанести буквально две точки за ухо куда-то на запястье. И этого будет более чем достаточно. Мне, кстати, кажется, будет на морозе тоже классно звучать. Именно вот этим прохладным, свежим воздухом разбавляя вот эту цветочную сладость, цветочную плотность. Такое, знаете, вот как раз повернул голову, у тебя раз этот шлейф. Раз повернул голову, у тебя этот шлейф. Вот, очень дозированный надо, очень дозированный. И я не представляю, насколько может хватить этого флакона. Следующие два аромата, о которых мы поговорим, бренда Arabian Wing. Это два аромата, присланных мне на тестирование всем известным интернет-магазином rendezvous.ru. Они предложили мне выбрать пару-тройку ароматов для знакомства с брендом, что я с удовольствием, в общем-то, и сделала. Ориентировалась я исключительно на пирамиду, потому что бренд новый. Отзывов днем с огнем не найти. Поэтому я рада, в общем-то, буду одной из первых рассказать вам о своих впечатлениях. Ароматах, о которых сегодня пойдет речь, впрочем, как и остальные ароматы из этой линейки, есть на рандеву. Более того, очень неплохая цена на них. Учитывая мой личный промокод, можно купить очень-очень выгодно. Пару слов по промокоду. Он, как обычно, действует. Скидка 10% на весь ассортимент на сайте rendezvous.ru. И еще что хотелось бы сказать из важного. У rendezvous появилась новая арома-бокс, посвященный Новому году. Топ новогодних ароматов. Бокса 2 для него и для нее. На них скидка тоже действует. Вот эта вот моя 10%. Поэтому пользуйтесь. Я думаю, что это никак нельзя, кстати, придется к новогодним праздникам. А я, кстати, на рандеву заказала два бокса новых. Это моно-брендовые коробки топ-ароматов Guerlain и ароматы Ex Nihilo. И, скорее всего, на них обзоры будут уже теперь в новом году. Мне захотелось что-то моно-брендового. Почему? Потому что есть много ароматов Ex Nihilo, которые я не знаю. И с ароматами Guerlain, за исключением двух-трех, я не знакома и знаю, что этот бренд очень-очень любят среди моих зрителей многие. И вот, собственно, специально для того, чтобы порадовать вас, заказала этот бокс. Когда я заказывала их, еще бокса с новогодними ароматами не было. Поэтому о нем ничего сказать не могу. Но состав известен. Поэтому, если вдруг вы решите заказать бокс, обязательно поделитесь впечатлениями. Я, кстати, смотрела, ароматы там для меня новые, неизведанные. Поэтому ваши впечатления для меня будут очень цены. Может быть, рано или поздно я его тоже закажу и расскажу о нем свои впечатления. Ну, а мы с вами переходим к ароматам от бренда Arabian Wind. Покажу коробочку. Вот таким вот образом она открывается. Флакон с чуть закругленными углами. Квадратный. Очень люблю такую форму ароматов. А здесь еще вот такие картины. Когда флакон лежит, кажется, что эта картинка прямо во флаконе. Но нет. Он просто прозрачный. Аромат в моих руках, выбранный по пирамиде, называется Асрари. Чем меня, в принципе, привлекло? Мне хотелось чего-то из зеленого, цитрусового. И на старте это как раз таки и есть. Бирокамот, зеленые ноты, лайм. Ну, и в базе меня привлек, наверное, ут с кожей. Мне было интересно, как этот аромат будет трансформироваться. Из, казалось бы, легкого, бергамотик, зеленые нотки и так далее, во что-то такое прям серьезное. Да, как ут, кожа, ветивер. Сразу я хочу сказать, что если вы покупаете ароматы данного бренда, обязательно дайте постоять флаконом пару-тройку дней. Особенно, если вы покупаете ароматы в морозы. Они очень меняются и по звучанию, и по стойкости. Потому что как только эти ароматы ко мне переехали, я вдохнула, и это было что-то непонятное для меня. То есть, знаете, какие-то абсолютно чисто мужские ароматы, невнятные, что там, я даже нот не разобрала. Сейчас они уже постояли, сейчас вполне читаемые ноты. Это для меня унисекс. Для мужчин просто сядет, как влитой. Для женщин исключительно для любительниц удовокожанного направления. Особенно кожаного, потому что это прям кожа-кожа. Кожа не особо грубая, кожа не кислая. Это скорее замша, что-то чуть грубее замша, но не настолько грубая, как, например, там прям кожа такая. Это что-то, как кожа на сумках женских. Вот что-то на это похоже. При этом есть вот эта вот древесность, удовая древесность. Я бы, кстати говоря, если бы не видела пирамиду, подумала, что еще здесь есть чуточку, прям вот, знаете, вот прям вот чуточку шафранчика. Но его здесь в пирамиде нет. Нанесу на салфетку, хотя их носила. В начале это пахнет больше мужским парфюмом. Есть какая-то такая перекликающаяся тема с какими-то бритвенными принадлежностями, с пеной для бритья. Это не пахнет пеной для бритья. Я сразу просто скажу, чтобы не было непониманий. Но вот оно мужским пахнет по причине того, что перекликается с запахом пены мужской для бритья. Потом этот эффект уходит и достаточно быстро проступает кожаная составляющая. Она звучит здесь практически с самого начала и до самого конца звучания данного аромата на моей коже. В зависимости от кожи, жирная она сухая, будет слышаться на коже либо суши, прям, знаете, как каким-то вот сухим ветивером таким, вот высушенным прям. Либо такого эффекта не будет. Тут надо тестировать исключительно на коже. На моей коже вот эта суховатость есть. Прям вот что-то высушенное такое, знаете, вот кожа. И на коже что-то, даже не знаю, с чем сравнить. Прям что-то сухое, трескающееся такое вот. Вот, мне этот эффект очень нравится. В целом, ни больше, ни меньше. Это однозначно для любителей кожаных ароматов. И я считаю, что за ту стоимость, которую он стоит, плюс прекраснейшее оформление, тяжелейший флакон, плюс промо-код, который можно применить при покупке, мне кажется, что за эту цену кожа здесь крайне-крайне хороша. На подарок мужчине вообще без вопросов, если мужчина любит кожные ароматы. Для женщины, я уже сказала, для любительницы такого направления. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это аромат, который называется Амурский тигр. Кстати, у них в коллекции Варабиан Винг есть аромат с вишней. И есть один или два отзыва о нем. Пишут, что аромат очень хороший, на Лост Черри, там, Том Форд не похоже. Вот я, кстати, его тоже хотела протестировать. Что-то я сначала как-то кинулась на вот эти все грейпфрукты, мандарины, свежие вот эти вот зеленые ноты, вот это все. А сейчас сижу, понимаю, что у меня что-то вроде зима, так холодно, и может быть, что-то и вишневого было. Как нельзя, кстати. Итак, Амурский тигр. Аромат, во-первых, требовательный кожи. То есть он такой, может сесть, может не сесть. Если он не сядет, то он будет звучать абсолютно мужским, простым, понятным ароматом. Который даже удивление вызывает, неужели это ниша. И если аромат сядет, то звучит он крайне необычно. Причем раскрывается он настолько неожиданно, что удивляешься. Я его, как только мне курьер привез, нанесла на салфетку, поразилась, насколько это мужской парфюм. Что для женщины там точно совершенно нет. И уже собралась, в принципе, снимать видео. И хорошо, что я этого не сделала, потому что потом, когда парфюм постоял у меня на полке несколько дней. И вот он даже сейчас из флакона слышится вообще, как будто это другой парфюм. Вообще. На старте очень много цинтрусов с имбирем. Причем имбирь звучит действительно похоже на то, как он есть. Вот если вы любите делать себе такие, знаете, это чай с имбирем, с лимоном. Вот это тот имбирь. Настоящий. Не тот, который суши привозят и вот это уже замаринованное. А прям имбирь. Очень много цитрусов. Не сладких. Больше бергамота. Прям вместе с коркой. Как мне нравятся эти терпкие цитрусы. Кисловат. Не кисловатые, они прям кислотерпкие такие цитрусы. На старте прям хороши. Я еще раз говорю, сейчас вот нанесла на кожу, на себя вот сижу нюху, запястье. И поражаюсь, насколько он изменился. Потому что изначально он мне прям совсем не понравился. Это был вот просто одеколон из 90-х. Вот ни больше, ни меньше. Сейчас это прекраснейшие терпкие цитрусы с имбирем. Потом проступает витивер. На моей коже он не очень слышен. Возможно, на мужской это будет более витиверный аромат, чем на мне. Почули присутствуют. Они суховатые. Земля не грязная, не влажная, не подвалы. Это именно... Почули здесь именно дают какую-то вот суховатость вот этому всему. На мой взгляд, абсолютный унисекс чуть более в мужскую сторону. Знаете, что меня вот конкретно в этом аромате немножечко поражает? От него есть такой эффект, как будто изнутри на вас кто-то мятой дыхнул. Какой-то свежестью такой вот. И причем эта свежесть не цитрусовая, а именно мятная. Возможно, такое дает имбирь. Потому что я не так давно нюхала имбирь, потому что резала его в чай. И вот у него тоже такой вот свежий-свежий запах, перекликающийся чем-то с его неким мятным таким дыханием. Вот, есть имбирь. Прям здесь имбирь. Прям имбирище очень серьезный. И последний аромат на данное видео. Не удивляйтесь. Здесь у меня закончился мой любимчик Шамал от Нобели. Это мои церкви. Это мои храмы. Это запах ладана. Настолько натуралистичный на моей коже, что это просто фантастика. На горячей коже этот ладан звучит иначе. Звучит теплее. И он из-за того, что звучит теплее, теряет свою уникальность для меня. Мне нравится этот парфюм именно на моей сухой, холодной, ледяной коже. Потому что этот ладан не сладок, тонок. Как будто рядом стоит священнослушитель. Машет кадилом и запах. А его кадила передаются просто на 100%. Также здесь есть такое химозненькое зеленое яблочко, которое удивительнейшим образом подчеркивает вот эту ладанность. Не сладкий ладан. Подчеркивает не сладкий. Не сладость ладана. В общем, у меня флакон пустой. Поливалась им как могла. Зачастую пользовалась исключительно им. И поэтому у меня теперь есть второй флакон новый от бренда Нобели Шамал. Пахнет он исключительно точно так же, как и мой предыдущий. Единственное, пока еще не обладает такой стойкостью. Потому что этот-то флакончик у меня старый. Он такой уже настоявшийся. Такой прям ладанишка. То тут новенький. Он еще запах один в один. Но чуть-чуть слабее. Надо настояться. Обожаю его. Но про него долго говорить не буду. Потому что уже такое количество видео им посвящено. Что уж прям перебор. Ладан с химозным зеленым яблоком. Ладан супер натуралистичный. Настолько натуралистичного ладана, как и в Нобеле Шамал. Я еще не встречала. Все те аммажи, где есть ладан, это все не то. Это все не то. Это все не кадила. Это все парфюмерно. А здесь прям... Это прям церковь. С кадилом, со свинощеннослужителями, с ладаном. Вот так. Это даже не парфюмерно. Это чистый ладан. Это не все мои приобретения парфюмерии. Но еще два флакона до меня не дошли. Я решила их не ждать. А лучше снять еще одно видео. Оно выйдет ближе к Новому году. Наверное, если флаконы успеют дойти. А я обязательно его сниму. Я хотела бы сказать вам огромное спасибо за ваше внимание. За то, что пришли. Потратили свое время. И в свою очередь я желаю вам хорошего дня или ночи на сегодня. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok